Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же отличить оригинальные наушники Airpods первого или второго поколения, не важно, от копии, любой реплики, премиум-версии, не важно. Итак, с чего хочется начать? Вы должны понимать, я вам расскажу теоретически. Вы должны обратить внимание на коробку, то есть будет внизу штрих-код и также серийный номер. Вот этот серийный номер можете вбить на сайте Apple и проверить. Эти наушники сразу же отобразятся и все будет точно так же под штрих-кодом. Вы вбиваете нижний штрих-код, там, с каких-то цифр. Точно так же лицензия пробивается, в разных странах они отобразятся по-своему. Но это совершенно другой код, вам нужен только серийный номер. Итак, давайте же приступим к обзору, к отличиям, к подключению, использованию. Как же отличить и понять, оригинал это или же это какая-то реплика. Поехали! Дорогие друзья, что у нас есть? Вот смотрите, у нас есть такие наушнички, вот прекрасные. Вы должны понимать, что все эти названия, которые здесь прописаны, должно быть все четко одним шрифтом. Каждый из этих штрих-кодов также прописывается, серийный номер. Вы это все можете пробить на сайте Apple и определить, оригинал или не оригинал. Первое, это упаковочка, обратили внимание, обязательно. Все должно быть качественно. Сверху будет, конечно же, пленочка, аккуратненько заклеена. Никаких там нареканий должно быть. Комплект, тут же документация всякая разная. То есть, вы можете разобраться, посмотреть, что там, нужно ли оно. Но нам нужна суть сама. То есть, сами наушники, кейс с наушниками. Здесь зарядное устройство, у нас Lightning. Это мы оставляем в стороночку, разбираемся с самими наушниками. Вот, давайте мы их распакуем, достанем и проведем первую активацию. Во-первых, кейс. Кейс должен быть исполнен очень классный материал. Наушники не должны трещать, когда мы их встряхнем. С копией будет, конечно же, иначе. При открытии мы увидим, что... Возьмем телефон и будет первая синхронизация, чтобы вы понимали. Открываем наушники, идет быстрая синхронизация. То есть, нам нужно разблокировать устройство. Вот, видите, подключение. Нажимаем настроить. Все, мы видим у нас заряд. Идет наушников, заряд кейса. Нажимаем готово. И все, и мы можем полноценно уже их использовать. Так, на что хочется обратить внимание. Здесь у нас будет датчик отображения заряда аккумулятора. Когда вы ставите на зарядку, будет желтым, зарядится будет зеленым. Здесь все, с внутренней стороны, вся сертификация, как можете заметить. Точно так же должно быть на оригинале, на копии. Такого вы не заметите. Здесь у нас разъем для зарядки кабелем Lightning. Наушнички очень классно звучат. То есть, для примера, возьмите какие-нибудь там, возможно, по качеству проверьте. Примерно копия будет точно так же звучать. И то бывает даже хуже. Это очень классные наушники от Xiaomi. Я уже записывал видео. Но у нас конкретно наушнички идут сейчас от именно Apple. Это AirPods второго поколения. Какие же есть отличия еще у AirPods второго поколения? Чтобы вы понимали. То есть, когда вы подключаете наушники, сенсоры работают, конечно же, на музыку переключения. Точно так же вы говорите привет Siri и активируется Siri. Вот. Именно с наушников. То есть, не важно, где ваш телефон будет. В кармане, не в кармане. Но это работает. Вот. Чтобы вы понимали. Это очень классно. Вот видите, отрабатывает у нас открытие. Показывают наушнички. Но вы должны понимать, что и в копии такое может быть. Дальше у нас уже идет само отличие наушников. Вот. Отличие наушников по качеству, по звучанию. Они будут очень классно звучать, очень приятно. Поэтому на это обратите внимание. Вы никогда не ошибетесь. Крышечка должна так же примагнищиваться хорошо. Ничего, телепация не должна трещать, звучать. Это будет понятно, даже ощутимо по весу и качеству пластика. Качество коробки. То есть, все отличается качеством. Обращайте на все внимание. Ну, я вам дал уже те подсказки. У вас должны быть штрих-поды пробиваться, серийный номер пробиваться. Сами наушнички звучат очень чисто и классно. Как вы вытащили кейс с наушников, они активируются очень приятным звуком. И мы включаем музыку. То есть, переключение музыки будет двойным тапом. Чтобы вы понимали. Вызвать там привет серии. Очень быстро она отвечает, реагирует. И задаете вопросы, звонит. Все как полностью она запрограммирована. Наушнички очень классные, качественные. Музычка звучит отлично. Что еще можно сказать? Очень удобные. Можно ходить на тренировку, они не вывалятся. То есть, работают очень качественно. Не ошибайтесь. Подбирайте очень классно, какие вам понравятся. Используйте. Я до этого пользовался своими наушниками от Xiaomi. Они очень полноценно меня устраивают. Как для тренировки. Я очень не пререкаюсь. Вообще абсолютно очень классно. Качественные достаточно. Поэтому я вас не призываю. Даже покупать AirPods. Само того не стоит. По сути, по моему мнению. То есть, вот я сейчас слушаю. Разница здесь невелика. То есть, и определяется только вам. Там 150 долларов стоит ли тратить на AirPods. Либо же вы можете купить за 11-12 долларов. Те же самые от Xiaomi. Вы получите то же самое качество. Даже другое удобство. В ушную раковину будет очень удобно сидеть. Эти наушники. Поэтому решать вам. Я вам рассказываю только как отличить от оригинала. От копии AirPods. А так решать только вам. Всегда решайте от вашего кармана. Позволяют ли вам деньги. Покупайте. Не позволяют. Не стоит влазить эти кредиты. Долги. Это вам не нужно. Если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик. Ставьте ваши пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok